Мобилизация. Январь. Обзор за первый месяц 2023 года. Итак, мобилизация уже продолжается полгода. Каждый день можно услышать про новые законопроекты о мобилизации. Однако большинство этих новостей просто шум и мусор. Привет, меня зовут Тео, я юрист. Давайте посмотрим, какие новости за первый месяц 2023 года реально стали законами о мобилизации. Итак, свыше 30 военных законопроектов появились в Госдуме с объявлением о мобилизации. Несмотря на активность депутатов, сами законопроекты рассматривались Госдумой очень неспешно и выборочно. Из них только три стали законами. 14 включены в примерную программу на январь-февраль, причем большинство из них не рассмотрено. 5 находятся в профильных комитетах и еще 3 были отклонены или возвращены для исправления и повторного направления. Большинство действующих норм затрагивают не передовую и не порядок призыва. Нет, они затрагивают бизнес и, скажем так, тыл. По закону предпринимателям, призванным по мобилизации, дается 5 дней перед отправкой в войска для решения организационных вопросов, которые связаны с их прямой деятельностью. Некоторым ООО предоставлены кредитные каникулы из-за мобилизации единственных участников. Отклонен проект об отсрочке предпринимателей от срочной службы. Еще один законопроект об отсрочке для предпринимателей ожидает свою судьбу в профильном комитете. Те законопроекты, что в итоге стали законами, охватывают такие вопросы, как государственный оборонный заказ или госзакупки. Как видите, это не очень касается простых призывников. Насчет социальных отсрочек. Итак, остаются нерассмотренными одни из первых внесенных законопроектов, доставших всех об отсрочках для родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, а также о расширении перечня отсрочек при мобилизации, ну, например, при наличии трех и более детей в возрасте до 18 лет, об освобождении от мобилизации граждан, чей близкий родственник был призван по мобилизации и погиб в связи с выполнением воинской обязанности, о единовременных выплатах, осуществляемых работодателями-работникам, призванным по мобилизации или членам их семей. Также об отсрочках по мобилизации граждан, имеющих ученые степени доктора или кандидата наук. Мобилизация регулируется не только законами, она еще регулируется и указами, указами президента. За январь президент запретил голосовать акционерам от недружественных стран на корпоративных собраниях в российском частном бизнесе. Был другой указ, где он наградил ветерана. Был указ, где он утвердил организацию предоставления для празднования столетия Центрального клуба армии и поручил это дело Шойгу, расширил Минюст, чтобы тот выдавал больше статусов на агентов, а также определил, какие суммы выплат за мертвого разгвардейца имеет право получить его семья. Как вы можете заметить, иных актов, затрагивающих тему мобилизации, президентам не было принято. Это при том, что вопрос мобилизации очень подробно должен прорабатываться по законодательству, в том числе президентской властью. Но, тем не менее, хочу обрадовать. У нас есть перемены в судебной практике, которые будут полезны мобилизируемому. Это альтернативная гражданская служба и военная служба. Итак, теперь допускается направление граждан, проходящих АГС, на должности гражданского персонала в армии во время мобилизации. Принятый закон также позволял призвать по мобилизации осужденных по тяжким статьям. И в феврале, по идее, должен быть рассмотрен законопроект о замене военной службы по мобилизации на АГС. То есть этот механизм хотят четко закрепить в специальном законодательстве о мобилизации. Возвращен законопроект о возможности проходить альтернативку вместо срочной службы в организациях, выполняющих гособоронзаказ. Но это не страшно. Все еще не рассмотрен проект об отсрочке от срочной службы на бакалавриате и специалитете для тех граждан, которые окончили среднее профессиональное образование. То есть, как вы можете видеть, есть какие-то подвижки, но в целом активность, законотворческая активность за все это время была крайне низкая. Итак, в целом, вот эта новость про альтернативную гражданскую службу, она самая хорошая новость за месяц. Хотя точка в вопросе альтернативы еще не поставлена, и все может еще, конечно, измениться, но лед тронулся. Осенью армия заявляла, что резервист, если ранее не проходил альтернативную службу, не может быть на нее направлен в порядке призыва по мобилизации. Это глупость, несусветная чушь, и сейчас ее побороли. Давайте я вам объясню, почему это хорошо. Хорошо, смотрите, предположим, что вы мужчина, и волею судеб вам все-таки придется служить по мобилизации. Ну, не получилось, да, откосить. Воевать вы не хотите, но на вас будут оказывать давление, вы должны заключить контракт и так далее. Ваш выход – это альтернативная служба. Она предполагает, что армия должна вам выдать мирную профессию. Учитывая то, что АГС технически не реализована в зоне соприкосновения, вас не смогут чисто технически назначить поближе к фронту. Ваш шанс таким образом выжить просто сильно повышается. Однако попасть на альтернативку очень сложно, и мы ждем дальнейших новостей и вообще развития законотворчества по этой тематике. Нашумевший законопроект о повестках по почте и самостоятельной явке призывников, самостоятельной их ставке на учет, военный учет в военкоматы, отложен на июль, то есть до середины лета. Это вас точно не будет касаться. У меня, кстати, выходило видео про этот проект. Законопроект о повышении верхней планки призывного возраста с 27 лет до 30. он чисто технически еще не завершен, то есть он пока не внесен в Государственную Думу, поэтому, по всей видимости, весенний призыв будет проходить по старым правилам. То есть что касается срочников весны 23 года, по всей видимости, вот, ну, апрельские парни, они будут до 27 призываться. Госдума, хотя и вышла с каникул, то есть еще в самом начале января, тем не менее, от нее не было роста новой законодательной активности, и, в свою очередь, мобилизация продолжается. Поэтому, что тут сказать в конце, подписывайтесь на канал и на телеграм. Всего вам доброго, будем следить за развитием событий, берегите себя, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok